Действие второе, картина вторая. Лес, просека. У начала просеки с левой стороны школа. По просеке, теряющейся вдали, тянется полотно железной дороги, которое возле школы поворачивает направо. Ряд телеграфных столбов. Ночь. Явление первое. Саша сидит у открытого окна и Осип с ружьем через спину стоит перед окном. Осип, как это случилось? Очень просто. Иду я по узлиску, недалече отсюда. Смотрю, она стоит в палочке, подшучила платье и лопухом из ручья в воду черпает. Зачерпнет, да и выбит, а потом голову помочет. Я спустился вниз, подошел близко, да и глишу на нее. Она ей внимания не обращает. Дурак, мол, ты мужик, мол, зачем же мне на тебя внимание обращать в таком случае? Сударыня, говорю, ваше превосходительство. Попить холодной водицы, значит, захотели. А тебе, говорит, какое дело? Ступай отсюда, туда, откуда пришел. Сказала и смотрит. Я обробел. Меня и стыд взял. Я обидно стало, что я из мужицкого звания. Чего смотришь на меня, дуралей? Не видал, говорит, никогда людей, что ли? И посмотрел на меня проницательно. Аль, говорит, понравилось? Страсть, говорю, понравились. Уж такая вы, ваше превосходительство, благородная, чувствительная особая, такая красавица. Красивей вас, говорю, отродясь не видал. Наш деревенская красавица Манька, сотского дочка, говорю, супротив вас, лошадь, верблюд. Нежности во сколько. Поцеловал бы, кажись, говорю, да и помер бы на этом самом месте. А она засмеялась. Что ж, говорит, целуй, как хочешь. Меня после этих слов в шар бросило. Подошел я к ней, взял ее тихонько за плечико и поцеловал со всего размаху. Вот тут, в это самое место, в щелчку и в шейку, зараз. Саша хохочет. Ха-ха, а она же что? Ну, теперь, говорит, проваливай. Умывайся, говорит, почаще, да ногти себе не запускай. Я и отошел. Какая она смелая, подает Осипу тарелку щей. На, кушай. Присядь где-нибудь. И велик, барин, и постою. Очень вам благодарен за ваше дружелюбие, Александра Ивановна. Я вам когда-нибудь за ваши ласки одолжение сделаю. Сними шапку. В шапке грешно есть. Ты с молитвой кушай. Осип снимает шапку. Давно уж я этих святостей не соблюдал. Есть. Э, с той поры я как будто отчумел. Верите ли, не ем, не сплю. Все, она у меня перед глазами. Закрою, бывало, глаза. А она перед глазами. Такую нежность на себя напустил, что хоть вешался. Чуть было не утопился от тоски. Генерала хотел подстрелить. А когда овдовела, начал я всякие поручения исполнять. Куропаток ей стрелял, перепелов ловил, беседочку ей разноцветными красками выкрасил. Волк ей однажды живого привел. Всякое удовольствие ей доставлял. Да, бывало, что не прикажет, все исполняю. Приказал бы самого себя слопать, себя бы слопал. Нежное чувство. Ничего с ним не поделаешь. Саша. Да. Куропаток. Она взяла его на руки. Погладила, да и спрашивает меня. Правду ли, говорят, Осип, что ты разбойник? Разбойник. Истинное, говорю, правду. Не станут люди понапрасну говорить. Взял и рассказал ей все. Надо, говорит, исправиться. Ступай, говорит, пешком в Киев. Из Киева ступай в Москву. Из Москвы в Троицкую лавру. Из Троицкой лавры в Новый Иерусалим. А оттуда домой. Сходи и через год ты другой человек будешь. Напустил я на себя убожество. Надел сумочку и пошел в Киев. Не тут-то было. Исправился? Да не совсем. А, славная картошка. Связался под Харьковом с почтенной компанией. Пробил денежки, подрался и воротился назад. И паспорт даже потерял. Пауза. Теперь ничего от меня не берет. Черница. Почему ты в церковь не ходишь? Я пошел бы до того. Народ смеяться станет. Ишь, скажет, кается пришел. Да и ходить около церкви днем страшно. Народу много. Убьют. Ну а за что ты бедных людей обижаешь? А за что их не обижать? И вашу мать это дело, Александра Ивановна. Не вам рассуждать о грубостях. Не вам понять. А Михаил Васильевич никого не обижаете? Никого. Он если и обидит кого-нибудь, то нехотя, нечаянно. Он добрый человек. Да, я, признаться, его более всех уважаю. Генерал Чонок Сергей Павлович, глупый человек, неумный. Братья с вас тоже неумные. Хоть и в докторах. Ну а в Михаиле Васильевича много умственных способностей. У него есть чем? А как же? Он калерский регистратор. Ну? Пауза. Молодчина. Так у него и чин есть. Ну, молодчина. Доброты у него только мало. Все у него дураки. Все у него халуи. Ну что можно так? Ежели бы я был хороший человек, то я так бы не делал. Я этих самых халуев, дураков и жульков ласкал бы. Самый несчастный народ они, заметьте, их-то и нужно жалеть. Мало в нем доброты, мало. Гордости нет за понебрат со всяким. А доброты? Не, не. Не вам понять. Покорнейше благодарю. Век бы целый такую картошку ел. Подает кастрюльку. Благодарю. Не за что. Осип вздыхает. Славная вы женщина, Александра Ивановна. За что вы меня каждый раз кормите? У вас, Александра Ивановна. Есть хоть капелька женской злобы? Благочестивая. Ха-ха-ха. Первый раз такое же. Святая Александра, моли Бога о нас, грешных. Клониться. Радуйся, святая Александра. Саша. Михаил Васильевич идет. Осип. Отмаруете. Иди с Богом. Сейчас пойду. Вам давно уже пора спать. Небось, мужа поджидаете? Да. Хорошая жена. Платонов должно быть. Такое жену себе десять годов скал. Со свечками да с понятыми. А желтки грета. Клониться. Прощайте, Александра Ивановна. Спокойной ночи. Саша зевает. Ступай с Богом. Осип. Пойду. Идет. Пойду к себе домой. Мой дом там, где пол, земля, потолок, небо. А стены и крыша. Неизвестно в каком месте. Кого Бог проклят, тот и живет в этом доме. Великий он. Да негде голову положить. Только и хорош тем, что за него волость подземельных платить не надо. Останавливаться. Спокойной ночи, Александра Ивановна. В гости пожалуйте. В лес. Спросите Осипа. Каждая птица и ящерица знает. Посмотрите, как пенек светится. Как будто мертвец из гроба стал. А вот другой. Моя мать мне говорила, что под тем пеньком, который светится, грешник зарыт. А светится пень для того, чтоб молились. И надо мной будет пень светиться. Я тоже грешник. А вот и третий. Много же на этом свете грешников. Уходит и минуту через две свистит. Явление второе. Саша, выходит из школы со свечой и книгой. Как долго Миши нет. Садится. Как бы он себе здоровье не испортил. Эти гуляни ничего не дают, кроме... И здоровьем. Да и мне уже спать хочется. Где я остановилась? Читает. Пора, наконец, снова возвестить о тех великих вечных идеалах человечества. О тех бессмертных принципах свободы, которые были руководящими звездами наших отцов. И которым мы изменили их к несчастью. Что это значит? Думает. Не понимаю. Отчего это не пишут? Так, чтобы всем понятно было. Далее... Припущу предисловие. Читает. Захер Мазох. Какая смешная фамилия. Мазох. Должно быть не русской. Далее... Миша заставил читать. Так надо читать. Зевает и читает. Веселым зимним вечером... Ну, это можно пропустить. Описание. Перелистывает и читает. Трудно было решить, кто играл и на каком инструменте. Сильно величавые звуки органа под железной мужской рукой. Вдруг сменили снежный флейт. И, как бы, под прелестными женскими устами. И, наконец, замирали. Тсс... Кто-то идет. Пауза. Это... Тишины шаги. Тушит свечу. Наконец-то встает и кричит. Ау! Раз, два, раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, левый, правый, левый, правый, левый, правый, входит Платонов. Явление третье. Саша и Платонов. Платонов, ходя. Назло тебе, правый, правый. Впрочем, милая моя, ни правый, ни левый. У пьяного нет ни правого, ни левого. У него есть вперед, назад, в козь и вниз. Саша. Пожалуйте сюда, пьяненький. Садитесь сюда. Вот я вам покажу, как шагать в козь да вниз. Садитесь. Бросается Платонову на шею. Платонов. Сядем. Садятся. Ты чего же это не спишь, инфузория? Не хочется. Садится рядом. Поздно же тебя отпустили. Да, поздно. Пассажирский уже прошел? Нет еще. Товарка с час тому назад прошла. Значит, нет еще двух часов. Да и давно оттуда. И я в десять часов была уже дома. Пришла, а Колька ревет, на чем свет стоит. Я ушла, не простившись. Пусть извинят. Танцы после меня были? И танцы были, и ужин был. И скандалы были. Между прочим. Знаешь, при тебе это случилось? С Глаголевым, стариком удар случился. Что ты? Да. Твой братец кровь пускал и вечную память пел. Отчего же это? Что с ним? Он кажется здоровый такой на вид. Легенький удар. Легенький к его счастью и к несчастью его осленка, которого он по глупости величает сыном. Домой отвезли. Ни один вечер без скандала не обходится. Такова наша судьба, знать. Воображаю, как перепугались Анна Петровна и Софья Егоровна. А какая славная Софья Егоровна. Я таких хорошеньких дамочек редко вижу. Что-то в ней такое особенное. Пауза. Ладонов. Ох, глупо, мерзко. Что? Что я наделал? Закрывает руками лицо. Стыдно. Что ты наделал? Что наделал? Ничего хорошего. Когда я делал то, чего впоследствии не стыдился? Саша в сторону. Пьян, бедненький. Ему. Пойдем спать. Гадок был, как никогда. Уважай себя после этого. Нет боли и несчастья, как быть лишенным собственного уважения. Боже мой. Нет ничего во мне такого, за что можно было бы ухватиться. Нет ничего такого, за что можно было бы уважать и любить. Пауза. Ты вот любишь. Не понимаю. Нашла, значит, во мне что-то такое, что можно любить. Любишь? Что за вопрос? Может ли быть, чтоб я тебя не любила? Знаю. Но назови мне то хорошее, за что ты меня так любишь. Укажи мне то хорошее, что ты любишь во мне. Хм. За что я тебя люблю? Какой же ты сегодня чудак, Миша? Как же мне не любить тебя, если ты мне муж? Только и любишь за то, что я тебе муж? Я тебя не понимаю. Не понимаешь? Ха-ха-ха-ха. Ты моя дурочка добитая. Зачем ты не муха? Между мухами, своим умом, ты была бы самой умной мухой. Целует ее в лоб. Что было бы с тобой, если бы ты понимала меня, если бы у тебя не было твоего хорошего неведения? Была бы ты так женски счастлива, если бы умела постигать своей нетронутой головкой, что у меня нет ничего того, что можно любить? Не понимай, мое сокровище. Не ведай, если хочешь любить меня. Целует ее руку. Самочка моя. И я счастлив по милости твоего неведения. У меня, как у людей, семья есть. Есть семья. Саша смеется. Ха-ха, чудак. Сокровище ты мое, маленькая, глупенькая бабеночка. Не женой тебя иметь, а на столе под стеклом тебя держать нужно. И как это мы ухитрились тобой. Николку породить на свет Божий. Не Николок рожать, а солдатиков из теста лепить тебе в пору. Половина ты моя. Глупости ты говоришь, Миша. Сохранить тебя Бог понимать. Не понимай. Да будет земля на китах, а киты на вилах. Где бы мы брали постоянных жен, если бы вас не было с Сашей. Хочет ее поцеловать. Саша не дается. Пошел вон. Сердито. Зачем же ты женился на мне, если я так глупа? Ну и брал бы себе умную. Я не неволила. Платонов хохочет. Ха-ха-ха-ха-ха. А вы и сердиться умеете. Ах, черт возьми. Да это целое открытие из области. Из какой области? Целое открытие, душа моя. Так ты умеешь и сердиться. Ты не шутишь? Саша встает. Иди-ка, брат, спать. Если бы не пил, не делал бы открытий. Пьяница. А еще тоже учитель. Ты не учитель, а свинтус. Ступай спать. Бьет его по спине и уходит в школу. Явление четвертое. Платонов один. В самом деле я пьян? Не может быть. Я пил мало. В голове, впрочем, не совсем нормально. Пауза. А когда Софья говорил, был я пьян? Думает. Нет, не был. Не был. К несчастью, святые угодники. Не был. Проклятая трезвость моя. Скакивает. В чем провелился предо мной ее несчастный муж? За что я опачкал его перед ней такую грязью? Не прощай мне этого, моя совесть. Я разболтался пред ней, как мальчишка. Рисовался, театральничал, хвастался. Траздит себя. Зачем вы не вышли за труженика, за страдальца? А для чего бы она сдалась труженику, страдальцу? Зачем же ты, безумец, говорил то, чему не верил? Ах, она поверила. Она выслушала бреди глупца и опустила глазки. Раскисла, несчастная, разнежилась. Как это все глупо, как это все мерзко, нелепо. А противила все. Ха-ха-ха-ха, самодур! Осмеяли купцов, самодуров, осмеяли насквозь. Был и смех сквозь слезы, и слезы сквозь смех. Кто же меня осмеет? Когда? Смешно. Взятых не берет, не ворует, жены не бьет. Мыслит, поряд, жда. Я негодяй, смешной негодяй, необыкновенный негодяй. Пауза. Надо ехать. Буду, инспектор, просить с другого места. Сегодня же напишу в город. Входит Венгерович Второй. Явление Пятое. Платонов и Венгерович Второй. Венгерович Второй. Входя. Ммм. Школа, в которой вечно спит, тот недоделанный мудрец. Спит, тот теперь по обыкновению, или же бронится по обыкновению. Увидев Платонова. Вот он, пустой и звонкой. Не спит и не бронится. Не в нормальном положении. Ему. Не спите еще? Как видите, с чего же вы остановились? Позвольте вам пожелать спокойной ночи. Сейчас уйду. Вы предаетесь уединению? Оглядывается. Чувствуете себя царем природы? В эту, говорю, прелестную ночь вы домой идете? Да. Отец уехал, и я принужден идти пешком. Наслаждаетесь? А ведь как приятно, не правда ли? Выбить шампанского и под куражом обозревать самого себя. Можно сесть возле вас? Можете? Благодарю. Садиться. Я люблю за все благодарить. Как сладко сидеть здесь, вот на этих ступенях, и чувствовать себя полным хозяином. Где ваша подруга Платонов? Ведь к этому шуму, к этому шепоту природы, пению и трещанию кузнечиков не достает только любовного лепета, чтобы все это обратить в рай. К этому кокетливому, робкому ветерку не достает только горячего дыхания, милый, чтобы ваши щеки пылали от счастья. К шепоту матери природы не достает слов любви. Женщину. Вы смотрите на меня с изумлением. Ха-ха-ха, я заговорил не своим языком? Да, это не мой язык. Отрезвившись, я не раз покраснеюсь за этот язык. Впрочем, почему же мне и не поболтать поэтически? Хм, кто мне воспретит? Никто. Или, может быть, этот язык богов не соответствует моему положению, моей фигуре? У меня лицо не поэтическое, Платонов. Не поэтическое, Пенгерович Тороев. Не поэтическое. Хм, очень рад. У всех евреев физиономии не поэтические. Подшутила природа, не дала нам, евреям, поэтических физиономий. У нас судят обыкновенно по физиономии, и на основании того, что мы имеем известные физиономии, отрицают в нас всякое поэтическое чувство. Говорят, что у евреев нет поэтов. Кто говорит? Все говорят. А какая ведь эта подлая клевета? Полно придираться. Кто это говорит? Все говорят. А между тем, сколько у нас настоящих поэтов. Не Пушкиных, не Лермонтовых, а настоящих. Ауэрбах, Гейде, Гёте. И Гёте немец. Еврей. Немец. Еврей, знаю, что говорю. Я знаю, что говорю. Но пусть будет по-вашему. Полуученого еврея трудно переспорить. Очень трудно. Пауза. Да хоть бы и не было поэтов. Велика важность. Есть поэт, хорошо, нет ли, еще лучше. Поэт, как человек чувства, в большинстве случаев дармоед, эгоист. Гёте, как поэт, дал ли хоть одному немецкому пролетарию кусок хлеба? Плодотов. Старо. Полный юноша. Он не взял куска хлеба у немецкого пролетария. Это важно. Потом лучше быть поэтом, чем ничем. Миллиард раз лучше. Впрочем, давайте замолчим. Отставьте вы в покое кусок хлеба, о котором вы не имеете ни малейшего понятия, и поэтов, которых не понимает ваша высушенная душа, и меня, которому вы не даете покоя. Не стану шевелить вашего великого сердца, шепучий человек. Не стану стягивать с вас теплого дьявола. Спите себе. Пауза. Посмотрите-ка на небо. Да, здесь хорошо, покойно. Здесь одни только деревья. Нет этих сытых, довольных изиономий. Да, деревья шепчут не для меня. И луна не смотрит на меня так приветливо, как на этого Платонова. Она старается смотреть холодно. Ты, мол, не наш. Ступай отсюда из этого рая в свою жидовскую лавочку. Впрочем, чепуха. Я заболтался. Довольно. Платонов. Довольно. Идите, юноша, домой. Чем более будете сидеть, тем больше наболтайте. А за болтовню эту вы краснеть будете, как вы сказали. Идите. Хочу болтать. Я теперь поэт. Не поэт тот, кто стыдится своей молодости. Вы переживаете молодость. Будьте же молодым. Смешно, глупо, может быть. Но зато человечно. Так. Какие глупости. Вы большой чудак, Платонов. Все вы чудаки здесь. Вам бы жить во времена Ноя. И генеральша чудачка. И войниц в чудак. Между прочим, генеральша не дурна в телесном отношении. Какие у нее неглупые глаза. Какие у нее хорошие пальцы. Не дурна отчасти. Грудь, шея. Пауза. Пауза. Я с научной целью хотел бы сейчас быть глупым. Счастливым, по-вашему. Я и счастлив. Кому какое дело? Платонов. Но рассматривать его цепь. Илья Григорьевич. Впрочем, личное счастье и эгоизм. О, да. Личное счастье и эгоизм. А личное несчастье – добродетель. Сколько же однако у вас билиберды. Какая цепь. Какие чудные брелоки. Как сияет. Вас занимает эта цепь. Ха-ха-ха-ха. Возманит к себе эта мишура, этот блеск. Ха-ха-ха. Ай-яй-яй. Качает головой. В эти минуты, когда вы поучаете меня чуть ли не стихами, вы можете восхищаться золотом. Возьмите эту цепь. Бросьте. Срывает с себя цепь и бросает ее в сторону. Платонов. Важно звякнуло. По одному этому звуку уж можно заключить, как она тяжела. Золото тяжело не на один только вес. Счастливы вы, что можете сидеть на этих грязных ступенях. Здесь вы не испытываете всей тяжести этого грязного золота. О, эти мне золотые цепи, золотые оковы. Не всегда прочные оковы. Ропили их наши отцы. Сколько несчастных, сколько голодных, сколько пьяных под луной. Когда же, наконец, миллионы многосеющих и ничего не ядущих перестанут голодать? Когда, я вас спрашиваю? Платонов, отчего же вы не отвечаете? Оставьте меня. Сделайте такое одолжение. Не люблю безумолку и бестолку звонящих колоколов. Извините, но оставьте меня. Спать хочу. Я колокол? Ммм. Скорее же вы колокол. Я колокол и вы колокол. Стоит только разницы, что я в себя сам звоню, а в вас звонят другие. Спокойной ночи. Спокойной ночи. В школе бьет два часа. Уже два часа. В это время нужно уже спать, а я не сплю. Бессонница, шампанское, волнение. Ненормальная жизнь, благодаря которой разрушается организм. Встает. У меня, кажется, и грудь уже начинает болеть. Спокойной ночи. Руки я вам не подаю и горжусь этим. Вы не имеете права на пожатие моей руки. Платонов. Какие глупости. Мне все одно. Надеюсь, что нашу беседу и мою болтовню никто, кроме нас, не слышал и не услышит. Идет в глубину сцены и идет обратно. Платонов. Что вам угодно? Тут где-то была моя цепь. Платонов. Вот она, ваша цепь. Швыряет цепь ногой. Не забыл таким. Послушайте, будьте так любезны. Пожертвуйте эту цепь в пользу одного моего знакомого. Принадлежащего к разряду многосеющих и ничего не ядущих. Эта цепь будет кормить его и его семью целые годы. Позвольте передать ее ему? Нет. С удовольствием отдал бы, но, честное слово, не могу. Это подарок, сувенир. Да-да. Убирайтесь. Ингеревич Второй поднимает цепь. Отстаньте, пожалуйста. Идет и в глубине сцены утомленный садится на полотно железной дороги и закрывает руками лицо. Платонов. Пошлость. Быть молодым и в то же время не быть светлой личностью. Какая глубокая испорченность. Садиться. Как противны нам люди, в которых мы видим хоть намек на свое нечистое прошлое. Я когда-то был немного похож на этого. Ох. Слышен конский топот. Явление шестое. Платонов и Анна Петровна ходят в Амазонке с хлыстом в руке. Платонов. Генеральша. Анна Петровна. Как мне его увидеть? Постучать разве? Увидев Платонова. Вы здесь? Как это кстати? Я знала, что вы еще не спите. Да и можно ли спать теперь? Для спания Бог зиму дал. Доброй ночи, человечина. Протягивает руку. Ну, что же вы? Руку. Платонов протягивает руку. Вы не пьяны, Платонов? А черт меня знает. Или трезвый, или живопьян, как самый горький пьяница. А вы что же это? Прогуливаться жиру из волицы, почти нищей, сомнамбула. Анна Петровна. Садиться рядом. М-да-с. Пауза. М-да-с, милейший Михаил Васильевич. Поет. Сколько счастья, сколько муки. Ха-ха-ха. Какие большие удивленные глаза. Полните и не бойтесь, дружище. Платонов. Я и не боюсь. За себя, по крайней мере. Пауза. Вы, я вижу, ерундой в стубале заниматься. На старости лет. Старухам простительно. Тебя с дуру. А вы какая старуха? Вы молоды, как лето в июне. Ваша жизнь впереди. Мне нужна жизнь теперь, а не впереди. А я молода, Платонов. Ужас, как молода. Чувствую. Так ветром и ходит по мне эта молодость. Чертовски молода. Холодно. Пауза. Платонов. Скакивает. Не хочу ни понимать, ни угадывать, ни предполагать. Ничего не хочу. Идите. Назовите меня невежды и оставьте меня. Прошу вас. Чего смотреть так? Да вы... Вы подумайте. Я уже думала. Вы подумайте, гордая, умная, прекрасная женщина. Куда и зачем вы пришли? Ах, не пришла, а приехала, мой милый. С таким умом, с такой красотой, молодостью. Ко мне. Глазам, ушам не верится. Пришла победить, взять крепость. Не крепость я. Не побеждать вы пришли. Я слабость, страшная слабость. Поймите вы. Анна Петровна. Встает и подходит к нему. Самоуничижение, патча гордости. Как же быть, Мишель? Надо же чему-нибудь кончить. Согласись сам, что не буду я кончать, потому что я ничего не начинал. Э, философия гадкая, и тебе не стыдно лгать в такую ночь при таком небе? И лгать? Лги осенью, если хочешь, в грязь, в слякоть, но не теперь, не здесь. Тебя слышат, на тебя смотрят. Взгляни, чудак вейх. Пауза. Вон и звезды мерцают, что ты лжешь. Полно, милый мой. Будь же хорошим, как все это хорошо. Не нарушай свои маленькие особые этой тишины. Отгони от тебя своих бесов. Обнимает его одной рукой. Нет другого, которого я любил бы так, как я тебя люблю. Нет женщины, которую ты любил бы так, как меня любишь. Возьмем себе одну только любовь, а остальное, что тебя так мучит, пусть решат другие. Целует его. Возьмем себе одну только любовь. Одиссей стоил того, чтобы ему пели сирены. Но не царь Одиссей, а сирена. Обнимает ее. Если бы я мог дать тебе счастье. Как ты хороша. Но не дам я тебе счастьем. Я сделаю из тебя то, что делал я из тех женщин, бросавшихся мне на шею. Я сделаю тебя несчастной. Как много ты о себе думаешь. Неужели ты так ужасен, Дон Жуан? Ха-ха-ха. Какой же ты хорошенький при лунном свете. Прелесть. Знаю я себя. Те только романы и оканчиваются благополучно, в которых меня нет. Анна Петровна. Сядем. Сюда вот. Садятся на полотно. Еще что скажешь, философ? Если бы я был честным человеком, я ушел бы от тебя. Я сегодня предчувствовал это, предвидел. Почему же я, негодяй, не ушел? Отгони от себя бесов, Мишель. Не отравляйся. Ведь к тебе женщина пришла, а не зверь. Лицо поста, на глазах слезы. Фи. Если тебе это не нравится, то я уйду. Хочешь? Я уйду, и все останется по-старому. Идет? Ха-ха-ха. Дуралень. Бери, хватай, хапай. Что тебе еще? Выкури всю, как папиросу. Вышби. На кусочки раздроби. Будь человеком. Тормошит его. Смешной. Но разве ты моя? Разве ты про меня писана? Целуют ее руки. Иди к другому, моя дорогая. Ступай к тому, который стоит тебя. Ах, полно тебе молоть чепуху. Дело ведь очень просто. К тебе пришла женщина, которая тебя любит и которую ты любишь. Погода прелестная. Что может быть проще? К чему же тут эта философия, политика? Порисоваться разве хочешь? Платонов. М-м-м-м, встает. А если ты пришла пошалить мной? Поразвратничать, покуралетить. Тогда что? Ведь я не гожусь во временно обязанной. Я не позволю играть с собой. Ты не отделаешься от меня грошами, как отделалась от десятка. Слишком дорогие для интрижки. Хватает себя за голову. Уважать, любить тебя и в то же время. Мелочь, пошлость. Мещанская, плебийская игра. Анна Петровна подходит к нему. Ты меня любишь, уважаешь. Для чего же ты, беспокойная душа, торгуешься со мной? Говоришь мне эти мерзости. Для чего эти, если? Я люблю. Я сказала тебе. И сам ты знаешь, что я тебя люблю. Что же тебе еще? Покоя мне, кладет голову ему. На грудь покоя. Пойми же, наконец, Платонов. Я отдохнуть хочу. Забыться и больше мне ничего не нужно. Ты не знаешь, как тяжела для меня жизнь. А я жить хочу. Не сумею я дать тебе покой. Сумей только не философствовать. Живи. Все живет, все движется. Кругом жизнь. Давай же и мы жить. Завтра я решать вопрос. А сегодня, в эту ночь, жить, жить. Жить, Мишель. Пауза. Да что я в самом деле распелась пред тобой? Скажите, пожалуйста, я пою, а он и ломается. Платонов хватает ее за руку. Послушай, в последний раз, как честный человек, говорю. Уйди. В последний раз. Уйди. Анна Петровна. Будто бы. А ты не шутишь? Глупишь, брат. Теперь уж я тебя не оставлю. Бросается ему на шее. Слышишь? В последний раз говорю. Не выпущу. Во что бы то ни стало, что бы там ни было. Хоть меня погуби, хоть сам пропади. А возьму. Жить. Тра-та-та. Ра-ра-ра. Чего рвешься, чудак? Мой. Мили теперь свою философию. Еще раз. Как честный человек. Честью не взяла. Силой возьму. Люби, коли любишь. А не строй из себя дурачка. Тра-та-та. Звон победы. Раздавайся. Ко мне. Ко мне. Накидывает ему на голову черный платок. Ко мне. К тебе. Пустая ты женщина. Добра ты себе не желаешь. Плакать ведь будешь. Мужем твоим я не буду. Потому что не про меня ты писана. А играть с собой не позволю. Посмотрим, кто кем играть будет. Увидим. Заплачешь. Идем, что ли? Анна Петровна хохочет. Ха-ха-ха. Лон. Берет его под руку. Постой. Кто-то идет. Станя пока за дерево. Прячутся за дерево. В сюртуке кто-то. Не мужик. Отчего ты в газеты передовых статей не пишешь? Ты славно пописал. Не шутя. В ходе Трилецкий. Явление седьмое. Теши и Трилецкий. Трилецкий идет к школе и стучит в окно. Саша. Сестренка. Сашурка. Саша отворяет окно. Кто здесь? Это ты, Коля. Чего тебе? Ты еще не спишь? Пусти меня, душенька, переночевать. Сделай милость. Положишь меня в классный. Да пожалуйста, чтобы Мишель не узнал, что я у вас ночую. Спать не даст своей философии. У меня голова ужасно кружится. Все в глазах двоится. Стою перед одним окном, а мне кажется, что их два... В какое лезть? Комиссия. Хорошо, что я не женат. Будь я женат, мне показалось бы, что я твои женицы. Все двоится. У тебя на двух шеях две головы. Кстати, между прочим, там около срубленного дуба, что над речкой. Знаешь, я сморкался, козявочка, и выронил из платка сорок рублей. Поднимешь их, душечка, завтра пораньше. Поищи и возьми себе. Их чуть свет плотники подымут. Какой же ты разгильдяй, Коля? Ах да, чуть было не позабыла. Приходила жена лавушника и просил тебя убедительно, чтобы ты пришел к ним как можно скорее. Ее муж внезапно заболел. В голову какой-то удар сделался. Иди скорее. Бог снип совсем, мне не до того. У меня у самого стрелять, да и в голове, и в брюхе. Лезет в окно. Посторонись. Влезай скорее, ногой меня зацепил. Запирай так то. Платонов. Еще кого-то черти несут. Анна Петровна. Стой. Не держи, уйду, если захочу. Кто это? Анна Петровна. Петрин и Щербук. Входят Петрин и Щербук. Без чертуков покачиваясь. На первом черный цилиндр, на втором серый. Явление восьмое. Венгерович второй. В глубине сцены. Платонов. Анна Петровна. Петрин и Щербук. Петрин. Вивац Петрин. Кандидат прав. Ура. Где дорога? Куда зашли? Что это? Ха-ха-ха. Тут палочка народное просвещение. Тут дураков учит Бога забывать. Да людей додувать. Вот куда мы зашли. Ммм. Так. Тут брат тот. Как его черт? Платошка живет. Цивилизованный человек. Пава. А где теперь Платошка? Выскажи мнение. Не следись. С генеральшей дуэт поет. Ох, господи, твоя воля. Кричит. Глаголев, дурак. Она ему нос натерла. А с ним удар сделался. Щербук. Домой хочу, Герасия. Спать хочется страсть, как шут с ними со всеми. Петрен. А где наши сиртуки Пава? К начальнику станции ночевать идем, а сиртуков нет. Ха-ха-ха. Девки сняли? Ах, ты кавалер, кавалер. Девки сиртуки посымали. Вздыхает. Эх, Пава, Павочка. Ты шампань пил? Небось, вот ты пьян теперь. А чье ты пил? Мое ты пил. И пил ты сейчас мое, и ел ты сейчас мое. На генеральше платье мое, на сережке и чулке мои. Все мое. Я им все передавал. У самого каблучонки на сапожонках кривые. Все им отдал. Все на них просадил. А что получил? Ты спроси, что я получил? Кукиш и позор. Да, лакей за столом обносит, да локтем норовит толкнуть. Сама же, как свинством, обращается. Платонов. Надоело мне. Анна Петровна. Постой. Сейчас уйдут. Какой же скот этот Петрин? Как лжет. А та старая тряпка и верит. Петрин. Жиду почета больше. Жид у изголовья, а мы у подошья ног. А почему? А потому, что жить больше денег дает. А на лгу роковые слова продается с публичного торга. Чарбок. Это Некрасова. Говорят, в бомбер Некрасов. Петрин. Ладно же. Больше ни копейки. Слышишь? Ни копейки. Пусть старичок в богиле сердится. Пусть там себе с гробокопателями. Шабаш. Протестую, Викселя. Савтра же. Я ее в грязь головой поставлю неблагодарную. Чарбок. Она, Горбарон. У нее генеральское лицо. А я калмыки и больше ничего. Меня пущает Доняша, обожает. Какая дорога неровная. Шоссе бы надо со столбами телеграфическими. С колоколами. Ти-ди-ди. Уходят. Явление девятое. Те же Беспетрина и Щербука. Анна Петровна. Выходит из-за деревьев. Ушли? Платонов. Ушли. Анна Петровна. Берет его за плечи. Шествуем? Платонов. Пойдем. Иду. Но если бы ты знала, как мне не хочется идти. Пойду не я к тебе, а черт, который бьет меня теперь по затылку. Иди, иди. Пойми же. Если моя совесть не принимает твоей любви, то только потому, что она глубоко убеждена в том, что ты делаешь непоправимую ошибку. Саша в окно. Миша, Миша, где ты? Платонов. Черт возьми. Саша в окно. Ах, я вижу тебя. С кем это ты? Ха-ха, Анна Петровна. На силу я вас узнал. Вы такая черная. В чем это вы? Здравствуйте. Здравствуйте, Александра Ивановна. Саша. Вы в Амазонке? Катаетесь, значит? Отличное дело. Ночь такая хорошая. Поедем и мы с тобой, Миша. Анна Петровна. Я уже накаталась, Александра Ивановна. Домой сейчас еду. В таком случае, разумеется. Иди, Миша, в комнату. Я не знаю, право, что делать. С Колей, дурда. Платонов. С каким Колей? С братом Николаем. Выпил, должно быть, много. Войди, пожалуйста. Заходите и вы, Анна Петровна. Я сбегаю в погреб и сливок принесу. По стакану выпьем. Холодные сливки. Благодарю вас. Я сейчас домой еду. Платонову. Ступай. Я подожду. Саша. А то бы я сбегала в погреб. Иди, Миша. Скрывается. Платонов. Совершенно забыл о ее существовании. Верит-то, верит как. Ступай. Я уложу ее спать и приду. Скорей же. Чуть-чуть скандала не было. Прощай пока. Идет в школу. Явление десятое. Анна Петровна Витгерович Второй и потом Осип. Анна Петровна. Сюрприз. И я совершенно забыла о ее существовании. Пауза. Жестоко. Впрочем, ему не в первый раз надувать эту бедную девочку. Эх, грешить да грешить. Один только Бог будет знать. Не впервой. Канальство. Жди теперь, пока он уложит ее спать. Час протянется, если не больше. Витгерович Второй идет к ней. Анна Петровна. Падает перед ней на колени. Анна Петровна. Хватает ее за руки. Анна. Кто это? Кто? Кто вы? Нагинается к нему. Кто это? Вы, Исаак Абрамович? Вы ли? Что с вами? Витгерович Второй. Анна. Целует другу. Уйдите. Нехорошо так. Вы мужчина. Анна. Полно вам цепляться. Уйдите прочь. Уйдите. Уйдите прочь. Пхает его в плечо. Витгерович Второй растягивается на земле. Ох, глупо, глупо. Осип входит. Комедианты. Это бывает. Я вываживаю ваше превосходительство. Клониться. Как это вы попали ваше святое место. Анна Петровна. Анна Петровна. Это ты, Осип? Здравствуй. Посматриваешь? Шпионишь? Берет его за подбородок. Все видел? Все. А отчего ты бледен так? А? Ха-ха-ха. Ты влюблен в меня, Осип? Это как вам угодно. Влюблен? Я вас не понимаю. Я вас за святую почитал. Ежели б приказали в огонь лезть, в огонь бы полез. Отчего ты в Киев не пошел? А что мне, Киев? Я вас за святую почитал. Для меня святей вас и людей не было. Полно дуралей. Носи опять ко мне зайчиков. Опять буду брать. Ну, прощай. Приходи завтра ко мне, и я тебе дам денег. По железной дороге в Киев поедешь. Идет? Прощай. Платонову у меня не сметь строгать. Слышишь? Вы мне с этой поры уж не указ. Скажите, пожалуйста, не прикажете ли мне в монастырь идти? Его дело. Ну-ну. Плачет. Маленький ты что ли? Довольно. Когда он будет идти ко мне, ты выстрелишь. У него? Нет, воздух. Прощай, Осип. Погромче выстрели. Выстрелишь? Выстрелю. Ну и умничек. Только он к вам не пойдет. Он женой теперь. Толкуй. Прощай, душегуб. Убегает. Явление одиннадцатое. Осип и Венгерович второй. Осип бьет шапкой Озим и плачет. Хочет она. Все хочет, чтобы оно повалило сквозь землю. Венгерович второй лежа. Что он говорит? Что он говорит? Озим. Видел все это материю. Слышал. Глаза лопались. В ушах кто-то здоровенным молотом колотил. Все слышал. Но как его не убить, ежели хочется в клочке его разорвать, солопать? Садится на нас, а взадом к школе. Надо убить. Венгерович второй. Что он говорит? Кого убить? Явление двенадцатое. Те же Платонов и Трилецкий. Платонов выталкивает из школы Трилецкого. Вон, изволь сию же минуту отправляться к лавушнику. Марш. Трилецкий потягивается. Ах, лучше бы ты потянул меня завтра большой палкой, чем сегодня будить. Ты негодяй, Николай. Негодяй. Понимаешь? Что же делать? Таким, значит, Бог создал? А что, если лавушник уже умер? Если умер, то царство его небесное. А если же еще продолжать борьбу за существование, то напрасно ты говоришь страшные слова. Не пойду я к лавушнику. Мне спать хочется. Пойдешь, Скотт. Пойдешь, толкает его. Я не дам тебе спать. Да что ты в самом деле? Что ты строишь из себя? Отчего ты ничего не делаешь? Ради чего ты здесь проедаешься? Проводишь свои лучшие дни? Бездельничаешь? Пристал. Какой же ты, братец, право калечь? Что ты за существо? Скажи ты мне, пожалуйста. Это ужасно. Для чего ты живешь? Отчего ты не занимаешься науке? Отчего не продолжаешь своего научного образования? Наукой, отчего не занимаешься животное? Об этом интересном предмете поговорим, когда мне не будет спать хотеться. А теперь пусти меня спать. Чешется. Черт знает что. Ни с того, ни с сего. Вставай, негодяй. Ммм. Честные правила. Черт бы их сеял. Эти честные правила. Какому богу ты служишь, странное существо? Что ты за человек? Нет, не будет из нас толку. Нет, не будет. Послушай, Михаил Васильевич, кто дал тебе право запускать свои холодные лапичи в чужие сердца? Твоя бесцеремонность выше всяких удивлений, братец. Не выйдет из нас ничего, кроме лишаев земли. Пропащим мы народ. Кроша мы не стоим. Плачет. Нет, человека, на котором могли бы отдохнуть глаза. Как все пошло, грязно и стасканно. Иди прочь, Николай, уйди. Трилецкий пожимает плечами. Плачешь? Пауза. Я пойду к лавушнику. Слышишь, я пойду. Как хочешь. Пойду. Иду вот. Платонов стучит ногами. Пошел прочь. Хорошо. Ложись-ка спать, Мишель. Не стоит волноваться. Прощай. Идет и останавливается. На прощание одно слово. Посоветую всем проповедникам, в том числе и самому тебе, чтобы слово проповедническое клеилось с делами проповедника. Если твои глаза не умеют отдохнуть на тебе самом, то не моги требовать от меня отдыха для твоих глаз, которые, апропо, очень хороши у тебя при лунном свете. Апропо, кстати, с французского. Они блестят у тебя, как зеленые стеклушки. И еще вот что. С тобой бы говорить не следовало. Тебя бы избить страшно. Изломать до куски. Разорвать бы с тобой навсегда за эту девочку. Сказать бы тебе то, чего ты отродясь не слышал. Но не умею. Я плохой дуэлист. И это твое счастье. Пауза. Прощай. Уходит. Явление тринадцатое. Платонов Вингерович, второй и Осип. Платонов, хватай тебя за голову. Не один я таков. Все таковы. Все. Где же люди, боже мой? Я таков. Не ходи к ней. Она не твоя. Это чужое добро. Испортишь ее жизнь. Искореркаешь навсегда. Уйти отсюда. Нет. Буду у ней. Буду здесь жить. Буду пьянствовать. Язычничать. Развратные. Глупые. Пьяные. Вечно пьяные. Глупая мать родила от пьяного отца. Отец. Мать. Отец. О, чтоб у вас там кости так переворачивались, как вы с пьяной. Из дуру переворачивали мою бедную жизнь. Пауза. Нет. Что я сказал? Бог простит. Царство небесное. Наталкивается на лежащего Венгеровича. Это кто? Венгерович второй. Поднимается на колени. Дикая. Безобразная. Позорная ночь. Платонов. А. Пойди и запиши эту дикую ночь в свой дурацкий дневник чернилами из отцовской совести. Прочь отсюда. Да. Запишу. Уходит. Платонов. Что он здесь сделал? Подслушивал? Осипу. Ты кто? Ты зачем здесь, вольный стрелок? Тоже подслушивал? Прочь отсюда. Или постой. Догони Венгеровича и сними с него цепь. Осип встает. Какую цепь? У него на груди висит большая золотая цепь. Догони его и сними. Шивей. Стучит ногами. Скорее, а то не догонишь. Он бежит теперь к деревне, как сумасшедший. А вы генеральше? Беги скорее, негодяй. Не бей его, а только сними цепь. Пшел. Чего стоишь? Беги. Осип убегает после паузы. Идти. Идти или не идти? Вздыхает. Идти. Пойду затяну длинную, в сущности скучную, безобразную песню. Я уже думал, что я хожу в прочной броне. А что же оказывается? Женщина сказала слово, и во мне поднялась буря. У людей мировые вопросы, а у меня женщина. Всю жизнь женщина. У Цезаря Рубикон, у меня женщина. Пустой бабник. Не жалко было бы, если бы не боролся, а то ведь борюсь. Слаб. Бесконечно слаб. Саша в окно. Миша, ты здесь? Платонов. Здесь мое бедное золото. Иди в комнату. Нет, Саша. Я хочу побыть на воздухе. У меня голова трещит. Сми, мой ангел. Саша. Спокойной ночи. Закрывает окно. Платонов. Тяжело надувать того, кто верит безграничным. Я и вспотел, и покраснел. Иду. Идет. Навстречу ему идут Катя и Яков. Явление четырнадцатое. Платонов, Катя и Яков. Катя и Яков. Постой здесь. Я сейчас. Только книгу возьму. Не уйди же, смотри. Идет навстречу Платонову. Платонов. Увидев Катю. Ты? Что тебе? Катя, испугавшись. Ах, это вы? Мне вас нужно. Это ты, Катя? Все. Катя, начинай с барышни и кончай горничной. Все ночные птицы. Что тебе? Катя, тихо. Вам барыня письмо прислала. Что? Вам барыня письмо прислала. Что врешь? Какая барыня? Катя, тише. Софья Егоровна. Что? Ты с ума сошла? Окати себя холодной водой. Пошла вон отсюда. Катя подает письмо. Вот оно. Платонов вырывает письмо. Письмо. Какое письмо? Нельзя было завтра принести? Распечатывает. Как же я его буду читать? Катя. Просили как можно скорей. Платонов. Зажигает спичку. Черт вас носит. Читает. Я делаю первый шаг. Иди, сделаем его вместе. Я воскресаю. Иди, бери. Твоя. Черт знает. Телеграмма какая-то. Жду до четырех часов. В беседке около четырех столбов. Пьяный муж уехал с молодым Глаголевым на охоту. Вся твоя. Эс. Этого еще не доставало. Боже мой. Этого еще не доставало. Катя. Что смотришь? Как же мне не смотреть, если у меня глаза есть? Выголись себе свои глаза. Это ко мне письмо? К вам-с. Врешь. Прочь отсюда. Слушаюсь. Уходит с Яковом. Явление пятнадцатое. Платонов. Один. Платонов. После паузы. Вот они последствия. Доигрался малый. Исковеркал женщину. Живое существо. Так. Бестолку. Без всякой на то надобности. Проглядый язык. Довел до чего. Что теперь делать? А ну-ка, мудрая ты голова, подумай. Врони себя теперь. Реви волосы. Думает. Ехать. Сейчас же ехать. И не сметь показываться сюда до самого страшного суда. Марш отсюда на все четыре стороны. В ежовые рукавицы нужды, труда. Лучше худшая жизнь, чем это с этой историей. Пауза. Еду. Но неужели Софья на самом-таки деле любит меня? Да? Смеется. Ха-ха-ха. За что? Как все темно и странно на этом свете. Пауза. Странно. Неужели эта прекрасная мраморная женщина с чудными волосами в состоянии полюбить нищего чудака? Неужели любит? Невероятно. Зажигает спичку и пробегает письмо. Да? Меня? Софья? Ха-ха-ха. Любит? Кладает тебя за грудь. Счастье? Да ведь это счастье. Это мое счастье. Это новая жизнь с новыми лицами, с новыми декорациями. Иду. Марш в беседку около четырех столбов. Жди, моя Софья. Была ты и будешь моей. Идет и останавливается. Не пойду. Идет обратно. Разбивать семью. Кричит. Саша! Иду в комнату. Отворяй. Хватает себя за голову. Не пойду. Не пойду. Не пойду. Пауза. Пойду. Идет. Иди. Разбивай. Топчи. Оскверняй. Сталкивается с Войницевым и Глагорьевым вторым. Явление шестнадцатое. Платонов, Войницев и Глагорьев второй. Войницев и Глагорьев второй. Вбегает с ружьями через спину. Войницев. Вот он. Обнимает Платонова. Ну. На охоту едем. Нет. Постой. Войницев. Что рвешься, друг? Ха-ха-ха. Пьян. Я пьян. Первый раз в жизни пьян. Боже мой, как я счастлив. Друг мой. Обнимает Платонова. Едем. Едем. Она послала меня. Приказала настрелять для нее дичи. Глагорьев второй. Скорее едемте. Уже святает. Войницев. Ты слышал, что мы выдумали? Не гениально разве? Мы думаем Гамлета сыграть. Честное слово. Такой театр удерем, что даже чертей затошнит. Ха-ха-ха. Как ты бледен. И ты пьян? Платонов. Пусти. Пьян. Войницев. Постой. Моя идея. Завтра же начинаем декорации писать. Я Гамлет София Офелия. Ты клавник Трилетский Горацио. Как я счастлив, доволен. Шекспир, Софи, ты и Боман. Больше мне ничего не нужно. Впрочем, еще клинка. Ничего больше. Я Гамлет. И этому злодею, стыд женщины, супруги матери забыв, могла отдаться ты. Ха-ха. Чем не Гамлет? Платонов. Платонов вырывается и бежит. Подлец. Убегает. Войницев. Тю-лю-лю. Пьян. Важно. Ха-ха. Каков наш друг? Глаголе второй. Наспиртован. Идем. Войницев. Едем. И вы были бы моим другом, если бы... Офелия. О, нимфа, помяни мои грехи в твоих святых молитвах. Уходит. Слышен шум идущего поезда. Явление семнадцатого. Осип. Осип и потом Саша. Осип. Вбегает степью. Где он? Оглядывается. Где он? Ушел? Нет его. Свистит. Михаил Васильевич! Ау! Пауза. Нет. Подбегает к окну и стучит. Михаил Васильевич! Михаил Васильевич! Разбивает стекло. Саша в окно. Кто здесь? Позвольте, Михаил Васильевич, скорей. Что случилось? Его нет в комнате. Осип. Кричит. Нет. Пошел генеральше, значит. Генеральше здесь была и к себе его звала. Все пропало, Александра Ивановна. Генеральше, пожал он, проклятый. Лжешь! Накажи мне, Господь, генеральше. Все слышал и видел. Они тут обнимались, соловались. Лжешь! Чтоб не отцу моему, не матери, не увидать царство небесного калевру. Генеральше, от жены ушел. Догоните его, Александра Ивановна. Нет, нет. Все, брабалы. И вы несчастные теперь. Снимает с плечи ружье. Она приказала мне в последний раз. А я исполняю в последний раз. Стреляет в воздух. Пусть встречает. Бросает ружье на землю. Зарежу его, Александра Ивановна. Перепрыгивает через дазеп и садится на пень. Не беспокойтесь, Александра Ивановна. Не беспокойтесь, я его зарежу. Не сомневайтесь. Показываются огни. Саша выходит в ночной кофточке с распученными волосами. Ушел. Обманул. Пропал я. Убей меня, Господи, после этого. Свисток. Под машину лягу. Не хочу я жить. Ложится на рельсы. Обманул. Убей меня, Божья Матерь. Пауза. Прости, Господи. Прости, Господи. Вскрикивает. Коля. Поднимается на колени. Сын. Спасите. Спасите. Вот она. Машина идет. Спасите. Осип подскакивает к Саше. Падает на рельсы. Ах. Осип берет ее и несет в школу. Зарежу. Не беспокойтесь. Идет поезд. Конец второго действия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...